Приветствую всех друзей, вы на канале Шедведл Плей, меня зовут Дмитрий, друзья, мы продолжаем с вами Кинз Баунти, и я сбегал, как обычно, возродил свои утраченные ресурсы, и напомню, что в прошлой серии мы с вами взяли в команду новый вид войск под названием Гиганты. Как они действуют против нас, мы уже видели, а как они будут действовать за нас, мы с вами обязательно посмотрим. Стоять. Вот так вот, три кристалла магии халявных остались практически незамеченными. В общем, мы с вами торонские шахты зачистили полностью, единственное, что теперь у нас осталось, это какое-то подземное море в этих шахтах. Сейчас я, наверное, туда и спущусь, вот здесь он находится. И надо подниматься вверх, все квесты у нас вверху, куда мы и направимся. Но сначала давайте спустимся к морю, посмотрим, что там внизу. Это еще ниже, представляете? Еще ниже над уровнем моря. Ого! Слышишь, друг, а ты ко мне не хочешь присоединиться, а? Нет. Но он неплох. А что это вообще за территория такая? Ё-моё, а это что такое? Нет, слышите, наверное, давайте пойдем, наверное... Да, наверное, давайте пойдем, наверное, сначала вверху квесты порешаем. Потому что это, походу, проход куда-то. В какой-то портал или в Демонис. Что такое Демонис, не знаю. Ну, судя по виду, здесь, да, действительно, какая-то мертваковая территория. А, ну да, кстати, у нас еще и алхимики с этой серии появились снова, потому что архимаги у нас рассыпались в хлам. Но это, я думаю, вы помните, кто смотрит. Что? Давайте подниматься на Орданские вершины и, желательно, наверное, через вот эту штуковину. Сначала там, где снег, поднимемся, посмотрим, что вверху, а потом уже тогда пойдем к морю, если нужно будет туда идти. Ну, масштабы, конечно, Кинсбаути поражают. Представьте, сколько здесь нарисовали-то карт. Вторые торонские шахты. Ну, не вторые торонские шахты. Вторые-то у нас, но такие масштабные, тоже с выходом на вершину. Ну, давайте выходить там, где снежок. Попробуем все это, если выйдем. А, выйдем нормально, да. Выйдем, здесь бригада, по-моему, бастует. А трактир до трона, не знаю, что здесь делаешь. Что ты делаешь? Продаешь мне кого? Шахтеров. Ставь их пока что себе. Ну что, пошли посмотрим, что вверху. Здесь ничего не зарыто, такой вид симпатичный. Я бы там сундуку положил. Впервые мы оказываемся с вами на вершине мира. И попадаем сразу же моментально на какого-то пса. С кучей драконов и демонов. Все, нам конец, братва. Так, ну что будем делать? Вот-то серьезно. Собака не добежит. Этот не доскачет. Это мишка, да? Это медведь же? Да, древний медведь. Это мощная вещь. Вот так я вышел случайно. Сам того не ведая. Ну что, надо вот это убивать. Нет, стой, стой, стой. Свяжи собаку. Пусть вот так будет. Давай. Может, одного грохнем? Ну, по идее, должны были. Да, одного грохнули. Шикардос. Так, второго не грохнем. Поэтому надо, 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 этих мы тоже ничего ему не сделаем. Давай, да. Усыпить не усыпим, но... Убить стоит. Мне 261 очень слабый урон. Так, собака, ты же замедленная, мать твою. Так, алхимики. Одного убьем. Только ты убьешь и моих лучников тоже. Чем я могу вас порадовать? Давайте гизма выпустим. Пусть лечат моих гномов. Или что он там будет делать, не знаю. Я-то его убью, но у меня лучники на пути. Давай вот так паузу сделаем. Сделай шаг вбок. И давай замедлим с тобой, попробуй медведей. Вот, попробуем. Так, а здесь наш персонаж вступает в бой. Я не знаю, кто это. Как их зовут? Гиганты их зовут. И не знаю, что у них за заклинание. Землетрясение. Вызывая землетрясение, все наземные войска получают урон. Чем ближе они стоят к гиганту, тем больше повреждений соседние отряды получат. 50-40 урона. И ускорение у него есть. Ну, давай попробуем. Драконы взлетели, видели? Им хоть бы хрен. Так, медведь, ты замедленный. Не забывай об этом. О, давай, гизмо. Что-то есть и 40 не очень сильно, но нормально. Так, вот эти ребята тоже опасны. И у них ускорение. И они уже практически к нам дошли. Давай, убивай его нахер. Все, межилец. А тут все с ускорением, кстати. Смотрите, как пошли. А вот с этим опять нам придется бороться. Он сейчас опять нас всех обрыгает огнем. Еще и критонет моих лучников. На тебе цветочку. Слышь. А, он ход пропустил, поэтому имеет право ходить дважды. Молочага, ничего не скажешь. Ага. На тебе. Так, хорошо. Похищение душ. 11. 13. Здесь ничего не сделать. 4. Вот этот очень мощный, да? 200 здоровья. Да, давайте у него 4 заберем. 4, да. 800 здоровья. Да, 739, что-то возле этого. Так, вот это надо убивать. Не очень, конечно, сильно, но хоть что-то. Так, давайте лечить моих алхимиков. Дорого они мне обходятся. И попробуем убить вот это. Все, дракона больше нет, он нам не помешает. Сейчас собаки побегут, но они замедленно поедет должны были быть. Но это не факт. И это не точно. Так, у меня есть святая сила. Святая сила... Это не нежит разве? Думал, это нежит. Е-е-мое. А гоним до одного места, я об этом совершенно уверен. Ну, давай вот это убьем тоже. Отлично. Годится. Так, этот убьет меня. Поэтому шаг назад. Этот не убьет меня. Он огонь, да, по-моему, любит? Кто-то огонь любит. Ну, по-моему, это собаки любят огонь. Ладно. Но, в любом случае, можем его убить. Хотя он дойдет сейчас. Давай до вот этого. По-моему, он огонь любит. Но мне лень было читать. Так, тут, если я возьму ускорение, собаки сейчас у меня получат неплохо по морде. На, 1400. Ответка несущественная. Вот это реально скала. Эти ребята, скала самая настоящая. А, я про медведей забыл. Мать моя женщина. Гизмо? Хорошо, Гизмо. Отлично, Гизмо, Гизмо, Гизмо. Что будем делать сейчас, не знаю. Этим все равно. На алхимиков что-то оно как-то злобно смотрит. Даже не знаю, чей придумать. А тут нет клеточки, да? Чтобы тебя, сука, выгнать отсюда. А давайте я телепортирую. У меня где-то телепорт здесь был. Где-то ж был. А, вот он. Переносит союзный. Союзный отряд. Это не союзный отряд, к сожалению. Ладно, давай. Броня Глотта на алхимиков. Да? Да, давай. Их мы не воскресим. Поэтому так будем работать пока что. 16-11. 149. Собаки сейчас начнут отбегать и ударят кого? Лучников. И получат по морде. Так, если мы укусим, то может быть всех убьем. А может быть и не убьем. Так, у меня здесь воскрешение здоровья. Держи. Кусай. Убили. Надо было не лечить. Я в тебе был практически уверен. Ну, все. Держи, собака. Победа. Только остался у нас здесь сундук. Ну и хрен с ним. Или не победа. А, медведи. Вот так победил. Я забыл про них, честно. Они под цвет бревна же, вот этих вот. Ну на. 349. 18. Что мы можем предложить? Лечение для моих великанов. Которое им, по идее-то, нахрен не нужно было. Это лечение. На 717. 7 мишек осталось. Усыпить их не удастся. Но семерых убьет точно. У него пятый ход. Ты не долезешь. А ну давай. Брателла, давай. Не, давай его огнем, наверное, сначала. Нет, подожди. Давай его огнем. Пятерых убьем на всякий случай. И все, он начнет агрессивничать. А здесь мы с вами ускорениться ему дадим. Забирай. Жалко, что тут бдук бросать-то. Доспехи бога, у меня нет такого заклинания. Шикарно. Так, кто ходит? Можем ядом. Ядом удалить. Убьешь всех. Убьешь всех. И еще, в том числе, моих ребят. Но я думаю, им не сильно достанется. Поэтому никто не умрет, я думаю. Здоровье-то целое. Целое, конечно. 36. Давай, 5. Много лучников. 8, 100. Ну, некромантия у меня есть. Может, сейчас кто-то воскресится? Да, 9 лучников воскресилось. Это здорово. И вот ходит бегемот. Немного слабее. Немного слабее. Но у меня 40 ярости. Вперед. Звероглазы перешли на мою сторону. Благодаря дипломатии. Это что за нахрен? Он оторвал кусок звероглаза. Видимо, отомстил тем, кто перешел на его сторону. Смотрите, какой мощный тип. Тихо, что ты делаешь? Сука, гребаный телепорт с этой шлюхой. С плеткой. Что же делать-то, ребята? Не знаю, что делать. Надо шар выбрасывать на помощь. На помощь надо выбрасывать, да. Вот так вот. Шар там порешает, я думаю. Есть. Кто у нас сейчас ходит? Пушечник. Пушечник сильно стрельнуть не может. Почему? Потому что ублюдок стоит здесь. А если он сделает шар через клеточку, то легко может теперь выстрелить и убить кого? Либо этих всех. Если повезет. Повезло. Алхимики свободны. Этот может отойти в сторону. Нет, давайте вылечим алхимика у меня. Вот так вот. В любом случае в сторону следует отойти. И можно, можно, можно. Кто тут у нас... А, вот еще шлюха, она же перетащит. Ладно, давай вот этих. И никакой чей мне здесь не усыпили, ну и ладно. А здесь мы можем его убить просто. Давай. Не убили. Но очень красиво попытались. Кто ходит? А реально кто ходит? Мои гиганты что ли ходят? А, лучники ходят. А лучникам не до ходьбы сейчас я вижу, да? Да, лучникам явно не до ходьбы. Но они могут пройтись и убить вот этих змей. Прямо в глаз. Молочаги. Даже здесь выкрутились. Так, эту сволочь возьми, наверное, паузу. Да, возьми паузу, она умрет у меня другим путем. Да не бей ты лучников. Че, тварь, ударить больше некого, да? Шар стоит рядом. А, ух ты. Хорошо. 8, 10 или всех 12? 8, 10 или всех 12? 8, 10 или всех 12? Давай 12. Держи. Все-таки зачтется тебе. Так, этому в любом случае ходить надо. Ну ладно. Давайте землетряс... Не, давай его уже убьем. На. Землетрясение же будет с тройной силой. Так, этот пошел на шар. Нет на лучников. Сука такая. По три хода бьет. Сейчас кого-то телепортирует, да, здесь у нас? Пока нет. Как же мне лучника спасти? Так, тут вообще хаос. Сейчас я зацеплю всех, кого только можно. Да, это не годится. Там мои лучники. Че, не могу с ними сделать. Разве что, вот так попробовать их переносить? По чуть-чуть. На. Промах. Бывает. Недоразумение у нас в жизни. На. Может усыпим? Не усыпили, но попали неплохо. Так, у меня еще есть огонь. А эти ж не попадут, как и бы. Есть у нас? Блин, это тоже не нежить. Я думал, это демоны нежить. 4, 8. 5, 10. 10, 20. Ну давай 10, 20. На. Так, вот этих надо убивать. И желательно... Хотя лучше этим не дать дойти. Давай вот этих огнем эту суку. А, огонь ее исцеляет. На, вот так тогда. На. Есть. И землетрясение. Надеюсь, им понравится. Да. Красавец убил. Сейчас эта сволочь будет стрелять. Шар. Ну, это бесполезно. Мы великая... Великая сила нас. Нам ничего за это не будет. Ну что, вот этого давай, да? Держи 450. Не должен дойти. Не должен же, сука, дойти. Сейчас ответка будет. А зачем ты это делаешь? Зачем ты его бьешь дважды? Вот, на тебе он. А вы думали? 5, 8, 42, 21. На. Неплохо стреляет. Очень неплохо. 5, 12. Давай его попробуем усыпить. 154. Нет, усыпление не сработало. А ну тут можем ядом бахнуть. На. Годится. Ну, два шага назад. Выстрелить, конечно, не удастся. Но дойти до этого типа удастся. И попробуем, кто теперь посмеет моих лучников ударить. Так, давайте воскрешать, наверное, наших погибших. Жалко, я тут не попасть. Вот так вот сделаем. Перекроем проход. Да чтоб тебя, зараза, задолбал ты меня, если честно. Со своими, блин, походами? Убейте его нахер. Тварь бронированная. Лучше это. Ну, тут мне уже нечем стрелять, простите. Могу еще воскресить. 23 штуки. На, аккуратненько. 34. Немного, но что-то есть. Все, здесь я ничем не могу помочь. 34, но лучше отойти и выстрелить. Согласись. Убейте его уже. Много лучников полягло. Много. 83 штуки уж. Нифига себе. Так. Ледяной шар. Меньше воздух, либо увеличение защитных свойств. Здоровье 700 и урон. Чуть-чуть увеличивается, но чуть-чуть. Но здоровье-то намного больше. Отдых. Какая разница. Одного хватает. Поэтому, конечно же, ледяной шар. И спасибо за 17 лучников, которые воскресли. Нихера себе. 21 тысяча. Сука не видывал никогда. Чтобы столько валялось. Так. Кузница Трантоса. Хозяин покинул свой дом. Бывает. Тут вообще никто больше не живет. Так. А тут повоевать не с кем. У меня тут ярость пока 70. А что у нас по карте? Нихера себе. Полноценный мир зимний. Еще один такой же. Только... Это тоже, походу, пещера. О. Жертва. Жертва. У меня ярость есть. Давай ко мне. Так. Кого мы видим здесь? Бегающие. Пушечники, которые сейчас будут стрелять. Отлично. Просто замечательно у них. 16. Но это не 40, конечно. Но все равно будет больно. Раз. Еще и два стреляют. Так вообще. Ну ладно. Как скажете. Натем. Массовый. Я бы не надо захватить именно вот этого. Но этого я не захвачу. Ладно. Давай как-нибудь уже. На. На. Вот так вот. Годится. И вот это. Вот это. Вот это. Мне надо кое-что сделать. Здесь есть место стрела. Интересно. А тебе можно ее дать? Нет. Только этим. Ну давай этим днем. Здесь и этого будет достаточно. Так. Этот будет сейчас сбить. Сейчас усыплять. Будет 124. Это кого? А. Это задний. Да. Давай вот этих. Девять мне ничего не сделает. А вот этих ублюдков я видеть не хочу. Чтобы они у меня еще так стреляли. Годится. Это беспалютно. Ну одного убили, наверное. Да. Да. Одного погибли. Погубили вернее. Вот это свой взял. Отлично. Минус один крит. И здесь ядом можно хорошо садить. Давай. Давайте. Наслаждайтесь. Так. А здесь надо убивать вот этих парней. Просто замечательно. Против циклопов эта штуковина. И вот это держите. Красиво. Угу. Подходи поближе. И ты подходи до 35. И ты давай два жена не забудь. Так. Это уже опасно. Неплохо. Неплохо. Да. Избили так и избили. Молодцы. У них тройное ускорение видать. 110. Это опасно. Сейчас будем всеми силами убивать 110 человек. 110. Это опасно. Какого же он будет бить-то? Сейчас мы у него отхватим сразу до 33. Сколько у него здоровья? 30-ка. Ну давай до 33 отхватим. Все же меньше. На этих ребят мы сейчас наложим каменную кожу. Потому что им кусать. Их есть. И есть. А эти ребята 29-39 сейчас убьют. На. 16 осталось. Охренеть. Охренительный крик только что был. Поэтому их уже можно не кусать. Надо кусать кого-то другого. Так огненная хрень. Убьешь 35 давай. Шикарно. Даже лучники теперь могут маневрировать. Это очень здорово. А у лучников есть. Ни хрена у них нет. А подожди. Что-то не стоит. Блин. Здесь такой же стоит. Ну убивай его. Разно то пошло. Так. Здоровяк. Куда тебя вывести-то? Куда тебя не вывести? Давай вперед тогда. В смысле нет. Вот это опасная зараза стоит. Может его получится усыпить. Давай его получится даже убить. Ну и крыты пошли у наших зверей. Вот эта зараза сейчас ранит конечно многих. Ну не многих, а лучников моих. Так. Ну что, нате вам. Мой ледяной шар, который вырос в здоровье. Хотите? Классная вещь. Годится. И здесь размах вот этих двоих. Нахрен. Неповадно было-то. Тут вообще один остался. Можно даже пожалеть как-то. Вообще ноль урона нанес. Единичку нанес урона. Представляете? Так, нежити здесь нет. Давайте воскрешать, наверное. Такого лучников, как обычно. Самых раненых наших. Так, дальний выстрел. Дальний выстрел. Вот этих ребят. Сразу смерть. Да, забери сундук, пожалуйста. 8200. Это отлично. И дадим шанс убить шару вот этого парня. Все, пока. Отлично. Победа за нами. Потери небольшие. 8200. 8200 нашли. 16400. 16400 у нас с вами есть. Так. Новая способность. Возвращает в отряд назад во времени. Возвращает отряд назад во времени. Дайте подумать, чем это может мне помочь. Возвращает отряд назад во времени. Хоп-хоп-хоп. Откатил. Если что-то не то сделал, да? Или как? Не знаю, что это. Давайте пока похищение души будем дальше качать. Чтобы его усилить максимально часто. Чтобы его можно было применять. Назад во времени. То есть откатить можно что-то. Что-то откатить-то можно? Подождите. Такое место классное. Ничего нет? Блин, ну хоть бы сундук положили. А, вот тут есть, да, сундук. У меня здоровье, конечно. О, ярость уходит. Но мана восстанавливается. Мана тоже нам нужна. Ого, тут платят вверху. То 20 тысяч найдут. И еще. Мужик, а кто это что? Деревня окулярная. Привет. Эй, воин. Помоги нам. Демоны приняли. Пришли в наше селение. Начали все крушить и сжигать. Нам пришлось бежать из наших домов. И бросить все нажитое, чтобы выжить. Никак наших военных не можем дождаться. Деревню помочь освободить можешь? Мы заплатим. 6 тысяч монет, 650 опыта. Что за деревня-то? Поселок окулярный. Он прямо по дороге на юг. Ты не пройдешь мимо. Хорошо, я попробую. Я его уже зачистил. Спасибо. Вот как я вышел там, где надо, да? Мы уже можем возвращаться в деревню. Да, я разобрался с демоном. Можешь возвращаться. Благодарю тебя от имени жителей. Мы всегда будем рады видеть тебя в наших домах. Золото 6 тысяч, 650 опыта. Спасибо. Вы бы стражу поставили подъемника, чтобы заранее знать о появлении врага. Ну что, вот так я люблю выполнять задания. Называется моментально. Ладно. Три кристалла магических. 36 лидерства. И слабый отряд. Но я бы не сказал, что он слабый. Я бы был рад, если бы ко мне кто-то перешел. Но никто ко мне не перешел. Хотя все предпосылки были. Ладно. Ну что, давайте массово их даем так вот. Но тут такие места стали, что массово-то всех не зацепишь. Неудобно никак застали стоять. Вот так вот. По-моему, нормалек, да? Давай. Не всех, но кое-кого зацепили. Годится. Три выстрела могут убить собаку. Могут убить даже больше, чем собаку. А это стрелок? Стрелок. Шесть убьем. А без этого? И без этого шесть убьем. Стрелок, наверное, не ахти. А это кто? Не важно. Давай убьем вот этого здоровяка. Да, мы убили. Так, побежала цербер. Второй цербер. Хорошо. Могу убить всех. Могу не убивать. Здесь та же ситуация. Ну давай. Давай, наверное. Чтоб наверняка. Да, мы его разорвали просто. Годится. Здесь шаг можно вбок. И аккуратненько вбок. Давай. Отлично. Он не погиб. Ну и ладно. Можем кого-то сейчас немножко придержать. Хотя здесь и придержать-то некого кроме этих собак. Давай их заморозим. Во. Этот сейчас будет прыгать. Смешно. Вот мы теперь прыгнем. Нафиг. Угу. Ну это мелочи, конечно. Из того, что могло с нами произойти. Вот этот наверное мощненький тип. Надо было его сдерживать. Ну медведей немного. Всего 12 штук. И хорошо, что их по чуть-чуть везде. Так. Ну давайте пацаны. Шар запустим. Мир-то ледяной как раз будет тема. Заедем в них сзади. Окей. 12 медведей. 11 чуваков. 27. Но он должен быть заморожен. Давай вот этого. Хотя он больше прыгать не может. Какое-то время надо было его подержать. Ладно. Так, ладно. Вот это надел. Опасная собака. Кстати, 12 убьешь? Убьешь. Давай. Отлично. И здесь огнем можно бить кого угодно. Давай вот этого. Есть. Так, что мы можем предложить вам? Мы можем предложить вам вот эти замечательные колья. Держите, это для вас. Так, ну ты делай шаг, не спеши, наверное. Рассмешил моего звероглаза своим мега-броском. Да, сейчас он будет. А ну, давай в ямку. Ух ты, пошел в обход. Не дурак. Ладно. Так, я могу убить 11 этих, могу убить 7-9 этих. Ну, давай вот. Медведи попадут в яму, вот этих давай. Может они попадут? Нет, не попадут. Они решили развернуться. Понятно. Понятно, вопросов нет. Давай-ка, наверное, дружище, вот здесь вот сейчас троих сразу накроем. Отлично. И убьем. И убьем. Можем кого угодно убить. Давай вот этих убьем. прямо хрюкало его попали. Так, этот добежит, не добежит, не знаю, вот так. Ну, здесь еще ни разу не стрелял. Это просто похвально. Знаете, мы убьем яда. Дальний бросок вам. Упейтесь им. Так, тут кого я могу? Вот это, наверное, давайте. Оставим медведей шарик, вернее, оставим медведем. Вот так вот. Ох, не дотянешься это с первого раза. А шар убьет, наверное, да? Нет, не убьет. Но мы попробуем сдержаться до следующего раза. Давай. Давай, ускорением. Хотя, не трать ману. Нет, не надо. Все, ждем. Ждем, ждем, ждем. Никого мы сейчас не будем убивать. Дадим шару убить медведя. Давай, забирай сундук. Призы феникса. Отлично. Фигня, конечно, такая есть. пока. Теперь победа. Два лучника погибли. Может, кто-то воскреснет? Нет, не воскрес. Да, кстати, у меня же там заклинания какое-то, доспехи бога какие-то были. Я их забыл выучить. Вот они. Не наделяет существо защиты от всех типов урона. Неплохо. И можем прокачать. Требуется 10, у меня их много. Отлично. 27% сопротивляемость от всех типов урона. Класс. Нагодится. Нагодится. Я сохранился, по-моему, не помню. Но, в любом случае, не знаю, куда иду. Давайте идти дальше по дорожке. Будем исследовать уже. Что это такое? Красиво выглядит. Я иду к какому-то замку. Там какой-то мужчина. Немного слабее, но по уровню примерно такой же. У меня ярости почти нет, поэтому лучше сейчас на него нападать. Сейчас. Давай. Пушкарей три мои. Дипломатия рулит. Так бы я получил сейчас... Ни хера себе. 43. Это ж как у меня почти. И это ж лучники все? Или кто это? Вот это лучники. Поэтому они такие сильные. Угу. Угу. Пока копим. Так, давай той же монетой. В этого же. Охренеть просто. Так, это как-то... 180... Это много сильно у вас. 9, 7. Давай, я попробую тебя выключить. Не выключили. Это печально. Так, теперь должно пройти. А если так, то кого-то не захватим. Нет, всех захватим. Отлично. Всех захватим. Годится. И я дам сюда, в центр, наверное, да? Сердцевинку. Ну вот сюда давай, да. На. Отлично. Опа. Волка превратился в Бортия. И нагнал страх на его лучника. Этот решил побежать. Все, лучник действует по своему усмотрению. И весьма неплохо действует. Ну и пусть действует. Так, великаны. Ну что, прыгаем? Или что делаем? Не знаю. Ну давай прыгать. Угу. Отлично. Сейчас будет бросок. Ну так себе скажу. Сколько у вас там? 58. Крепкие ребята. Вот эти вообще неубиваемые сволочи. Их надо было вязать. Да и лучник. Пушкарей 20. Сколько там? Не успел глянуть. 18. А, ну в того может стрелять, да? Там у вас нет шансов. Гизмо. Гизмо, Гизмо. Нужен ты мне мне? Нет, не нужен. Давайте вот этих еще. Этого волчара сейчас добежит. Есть. Что мы сделаем с ними? Ну можем что-то сделать, конечно. Лучше, наверное, сдержать. Лучше, наверное, сдержать. Сдержать, сдержать. 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 Вот так вот. И уменьшить популяцию. Отлично. 22. Ого. О, они себе здоровье еще восстанавливают. Да, сдержал. Сдержал, так сдержал. Ну что? Ну что, что, что делать? Что делать? Сейчас же будут взорвать моих соплеменников-то. Ну давай вот этого. Может усыпить получится? Нет, усыпить не получилось. Огнем. Огнем. 14. Может сейчас я убью, как нахер. Конечно, убьем. Вместе с его корытом. Замедли кого-нибудь. Шикарно. Ну ты просто гениально стрельнул. Я бы так тоже стрельнул. Молодчага. Так, сейчас ходят большие ребята. Большие ребята очень сильно бьют по волкам. На. Спать. Так, ну этот пока обойдет. А этот должен быть заморожен. Да, он нормально. А вот этот опасно. Я в него не бью, а надо бы. 114. Ну ладно. Во. Я увидел эту схему и прям влюбился в нее. Вот она. Красава, да? По другой стороне, по диагонали. Шикарно. Сейчас стрельнем. Давай. Пошел, 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 пошел. Раз. Два. И аккуратненько третий раз. Просто великолепно. Просто великолепно было сделано. Хорошо прочесали. И вот что сейчас. Надо воскресить, наверное, кого надо. Блин, не надо. Кого тут надо воскресить? Сколько? 8. Тут никого. Давайте хотя бы этих воскресим. Хотя еще рано воскрешать. Подождите. Я тут расслабился. Сейчас вот эта братва меня уничтожит. Особенно вот эта. Хотя надо вот этих стрелять. А я стреляю вечно не тех. Вообще, конечно, нам едьте нужны. Едьте нужна. Все, готово. Вынесли. Вперед ногами. Ну, а здесь... Что здесь? Да ничего, здесь шаг сюда и дострельнешь. Нет? Дострельнешь. Красава просто. Давайте облагословим даже по этому поводу. Давай, 100% на 26. Половина. И огнем выжжим. Этих могу вообще всех выжечь. Ну, давайте. Они ближе всех. На. Так, а здесь прыжок. Ну... Шесть, но ты не дойдешь. Я же говорил. Давайте убьем чем-то. Не знаю, гизма. Нет, не будем я растратить. Давай его просто убьем. Да, я воскрешать я не стал. Манны у меня почти нет. А вдруг сейчас бой. А 8 лучников это я докуплю, это недорого. По 10 золотых всего стоит. Может кого-то воскресим? Кто его знает. Да, пушкаря одного воскресили. Здорово. Идем дальше. Три магических кристалла. О, облако обелиск Фандора вернее. Гномы горной тропы. Это ужасно. Сломанная рука и нога болят, а придворный чередик куда-то пропал. Конечно, это гномня игра как хоккей с киркой. Забавная, но уже очень травматическая. Особенно если доспех не надеть. Король Фандор. Еще один обелиск мы нашли. Я не помню, сколько там надо еще собрать. О, какой-то черный дупло какой-то. И мы с вами... Это не замок, нет? Нет, мы подбираемся к какому-то другому замку. И здесь оно что? Подождите, там кто-то ходит. Давайте быстрее, пока у меня 22 ярости есть. Давай. Давай, друг мой, нападай на него. 5 пушкарей ко мне перешли. Ох, их много здесь. Я даже не посмотрел на их уровень силы. А здесь одни пушечники. И они всегда ходят первые. Как же мою инициативу-то повысить-то больше, а? Молодцы. Красавы просто. Ладно, я вам отомщу. Да, давай. Отлично, отлично, превосходно, замечательно. Есть. Здесь мы с вами делаем стрелу для великанов. Будем бить этими. Этой стрелой мы будем бить с вами. Душанцев. Один сто из десяти. Давай вот это. Вдруг повезет. Не повезло. Так, ну тут я одного точно убью. Ну так убивай. Иначе прыжок будет очень сильный. Есть. Так, здесь у меня есть яд. Яд они не очень любят. Давай. Причем все не любят. Есть. У меня есть суперстрела. И мы убиваем вот этого парня. Он больше не жилец. То есть прыжка не будет. Один это не прыжок. Надь, вот прыжок. Вот это вот прыжок. Даже гиена сознание потеряла. Так, от этих за раз надо было конечно убирать. Но восемь это ладно. А тут это двадцать пять. Ничего, сейчас с вами разберусь. Алхимика убили, да? Нет, еще жив. Удивительно. Так, тут у нас два, три, пять. Далековато. Давай вот этих. Держи. И здесь очень аккуратненько. Гиена не добежит. Вот этих давай. Хорошо. Так. Так, 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 так. Пять, десять. Четырнадцать. Давай вот этих пять, десять. Давай. Усыпили. У меня есть огненная штуковина. Огненная штуковина отлично. Можно применить вот сюда. На, шестьсот сорок девять. А здесь у меня еще есть одна забойная стрела. Этот не дойдет. Могу убить сорок два. Могу убить шесть семь. Давай шесть семь. Годица. Так, великаны. Этот подойдет близко. Но мы его убьем потом в следующий раз. Он не ударит нас. Не ударит. Кто-то ударит. Так, пушечник. Ну, тут отлично. Можно вот так вот зацепить всех. Угу. Минус один. И минус второй. Просто замечательно. И пушечник, пушечник, пушечник. Давай вот это убивать. Не убили. Это плохо. Этого мы укусим. И сожрем. Уже бьем. Это хорошо. Так. Ну, здесь надо, наверное, воскрешение взять. Двадцать три. Все-таки это шестьсот неплохое. Так. Здесь можно пропускать ход. А здесь можно убивать. Окей, двенадцать. Может, с кого-то воскреси мне. Три лучника маловато. Отряд слабый, но его стоит убить. И желательно сейчас. Алхимик ко мне. Годится. У меня уже тридцать восемь. А что это меня так плохо показывает? Много циклопов. Три вот этих. Одиннадцать алхимиков. Вольно. Во. Держи, 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 держи. Есть. Это нашему лучнику. Стрелу для моих любимых циклопов. На. Тройной выстрел. Тройной выстрел убьет одного. Давай хоть одного. Отлично. Так, усыпить кого-то тут нужно. А давай алхимиков. Усыпить не удастся, но... Четверых двоих убрали. А теперь моя отместочка, держите. Плохо, да? Так, держи. Кто? Ты, наверное, держи. Один-два. Один-два, да. Сразу же смерть. Сейчас будет прыжок. Нормально. И мой прыжок. Великолепно. Так, подходим. Пятьдесят штук. Это с ускорением. Здесь лед. Я не знаю, может он здесь упадет. Нет, стоит крепко. Это стрелок, но смешной стрелок. Это не смешной стрелок. Это хороший стрелок, очень сильно бьет. Так, жнец, ты же у нас есть, да? А ты нам нужен особо? Пятнадцать штук. А сколько у него здоровья? Восемьдесят. Да, этих стоит поджать чуть-чуть. Давай. Отлично. Просто превосходно. Давай бить алхимиков. Отлично. Еще кто-нибудь? Так, вот этих надо замедлять. Для нашего же блага. А вот этих надо хотя бы... Офиг. Давай вот этих. 165. Не убил, наверное, да? Нет, конечно. Ну, давай добьем уже. Убил, нет? Одного убил. Надеюсь, у меня есть вот такая стрела. Хотя, наверное, и без нее, наверное, можно будет убить. Нет, без нее не очень. Поэтому только так. Вот этот пока безобидный. Как, собственно, и этот. Спасибо. Ты далеко запомни, не должен идти. Отлично. Так, чем вас угостить? Нет. Отлично. Этих не убьет, но пока лечит. Окей. Мегавыстрел в тебя. Это далеко еще не дойдет. Так, давайте... Давайте убьем. Да, вот это давайте усыплять, убивать. Если надо что-то делать, чтобы он не шел на нас. Так, а здесь я выстрелю. Держи. Осталось 16. Что, добьем, нет? Добьем. А здесь ускорение сам сможешь его удивить, давай. Удивил, так удивил на 2000. Еще одно осталось чудо в перьях. Которое не угомонится никак. Так, ну давайте его прирежем уже. Да, без показухи можно. Годить. 5, 1, 6, 500. И ядовитый плевок, ядовитый плевок. Да, не это повышение уровня я хотел бы увидеть. Отравление. 3, 40, 60. Вот это вот, конечно, да, урон, да? Ну не нужен плевок абсолютно. Ну давайте ядовитый плевок усиливать, что ли. Ну хоть как-то. Я его никогда не прокачивал, но тут пришлось. Так, давайте уже смотрим эту часть карты. Я тут сохраняюсь постоянно? Нет. Карта. Здесь какая-то избуха. Я ее малость пробег. Алтарь битвы. Эй, человек, не проходи мимо, загляни в мою таверну. Надо же, никогда не видел живую лошадь. Подари, а? Ну нет, так нет. Не нервничай. Никогда не думал, что люди такие нервные. Слушай, воина, можешь мне помочь? Помочь, наверное, могу. Но пока не узнаю, в чем дело обещать не стану. Тут такое дело, человек. Вот ты знаешь, почему гномы такие сильные и храбрые? Нет. Это все потому, что мы сильны не только разумом или телом, сколько духом. А дух идет откуда? Из пива. Пиво есть божественный напиток, дающий силу духа. Вот сейчас идет война с демонами. Пиво расходится в огромных количествах. И тут стал я замечать, что пиво уже не то, что было раньше. И вкус, и цвет, да и хмели... Эхмелить гномы стали меньше. Я теряю посетителей. Если так и дальше пойдет, то придется цену снижать. Ты бы поговорил с нашим пивоваром Далласом. Сам я не могу, нужно посетителей обслуживать. Я заплачу. Ого, 26 тысяч монет. Пиво это хорошо. Хорошее пиво еще лучше. Так что помогу тебе, конечно. И чем мне тебе помочь? Поговорить о качестве пива с Далласом. Попросил выяснить у пивовара Далласа. Это внизу, по-моему. У меня путаница пошла. Две разных локации. Фабрика Тройка. Подождите, тут квест, по-моему, какой-то у меня должен быть. Так, это алтарь битвы. Я не помню, что он посещает. Ярость, по-моему, у меня повышает. Ладно, давайте посмотрим, что тут. На двери фабрики висит огромный замок. Рядом ржавым гвоздем прибита дощечка с надписью. Ушел в город. Буду скоро. 7 выходной, пока не вернусь. Владелец фабрики на Карот. Понятно. Или Карот. Так, может напасть на... О, вон, давайте. Сейчас быстро-быстро давай алтарь битвы. Там еще сейчас бой последний, наверное, сегодня проведем. А, защита плюс один. А я думал, это ярость не повышает. Так, ладно. Ну, давайте тогда что? Вниз спустимся. Так, это мы с вами открыли. Здесь вот давайте еще посмотрим сход. Ну, назад вернись. Вот тут есть дорожка. Да, я так и думал, что здесь что-то есть. О, наконец-то руна духа. А то у меня тотальная дискриминация. Это, смотрите. Почти 30 рун силы. У меня всего остального не хватает. Я очень хотел дипломатику себе повысить. И, наконец-то, наконец-то я могу переманить до 15% войск. Хотя, может, конечно, лучше некромантию. А может и не то, и не другое. Может, все-таки лучше тактику прокачать. Две духи. Духа надо-то, а. Знание тактики возвращает герой. Сделает расстановку, вернее. Расстановка. Нужна она мне, нет. Повелитель духов могу прокачать. На 30% быстрее качаться будут. Ну, давайте я, наверное, Повелители духов прокачаю. Быстрее прокачаю духов, быстрее будет польза от них. А у меня очень много рун. Давайте раз. Второй уровень. И третий уровень. И теперь у меня будет 30% бонуса опыта. Как раз у меня два духа только начинают жить, можно сказать. Есть. И теперь у меня снова 5 рун духа. Не хватает немножечко для... Тоже дипломати. Но мне вообще-то хочется некромантию, наверное, прокачать. Но здесь нужны другие руны. Все. Духи теперь у нас получают на 30% больше всего. Это здорово. Так что это такое? Как это пишется? Пивоварня дал. А, это та самая пивоварня. С которой мне надо поговорить. Ты что, забыл? Вернее, ты чего забыл? В моей пивоварне человек. И вообще, разве люди пьют наше гноме пиво? Да я не просто так к тебе пришел. Я по просьбе трактирщика народа или нерода. Жалуется он, что пиво твое не то, что раньше. Гномы от него не хмелеют. И по вкусу им оно совсем не нравится. А чего он хотел-то? Конечно, раньше пиво лучше было, что говорить. Ведь настоящее гномовское пиво варят на гержаке. Но из-за войны все урожаи гержака погибли. Что демоны не выжили, так наши же и потоптали. И сейчас приходится варить пиво на солоде и хмеле. Что еще до ссоры с вашим королем в Дарионе были куплены? Ну какое из них пиво-то? Бурда одна светлая. Фух, гадость. Так что мне передать трактирщику? Он же ценный хочет понизить сразу же. Слушай, друг, а может поможешь мне? Ну зачем расстраивать бедолагу нерода? Помоги мне гержак достать. А трактирщику скажем, что ему попалось несколько бочек испорченного пива. Я слышал от своего приятеля, который дежурил на заставе у портала, что на берегу подземного моря еще растет гержак. Не все сожгли демоны. Подземное море, а где я там его находил? Ты не бывал? Там еще жуткое место, особенно после того, как там демоны побывали. Там ведь портал этот демонически расположен. Это место находится ниже Торонских шахт. Будь осторожен, демонов там полно. Нашим войскам пришлось уйти из тех мест слишком сильные враги. Демонов оставь мне, твое дело пиво варить. Сколько тебе надо этого гержака? А вот возьми этот гержачный жбан. Его доверху нужно наполнить. Как весь набьешь гержаком, так и порядок. Мне этого намного бочек хватит. Понял, принесу я тебе гержак. Нет еще. Все отлично. Вот не зря зашел. Теперь море будет. Светилище, кстати, я тут не бывал. И вот теперь гержак можем с вами собирать в том самом нижнем море. Подождите, а вот это место мне интересно. А че я тут не побывал-то? Клубо-сундук есть. Вау, кролик выбежал. Я думал, на меня напали. 6800. Подожди, еще больше ничего это, да? Так, и какое это святилище? Что, посещай? Может, ярость дает, да? Да, ярость плюс 5. Шикарно. У меня уже 91 ярости. Подземном море растет гержак. Понятно. Это здорово, что я сюда зашел. Это здорово, что я сюда зашел. И если идти по дороге, то мы с вами куда-то да и выйдем. Давайте, наверное, по той тропе и пойдем с вами. Может, она, конечно, не самая безопасная, но там мы уже протоптались немножко. Так, ну здесь мы были. Это круг можно было от кого-то побегать, если сильный враг. Тут мы тоже были. А здесь... Такое ощущение, что тоже были. А вот тут точно не были. Три кристалла. Вот зверь вышел на охоту. Слабый. Немного слабее. Ну давайте разомнемся. И он от меня убежал. Последние бои вот эти проведем сейчас. Один и второй. Пушкарей сейчас разобьем. Блин, опять они. 330 пауков. 147. Ну, неплохо кританул. Троечка. Троечка мне ничего не решит. А вот 43, если выстрелят, сразу же положат. Половину. Да, давай. Ну не половину, а всех нахрен. 102. Убил меня. Нет, еще не убил. Но попытался. Он попытался, сволочь. Ладно. Держите теперь меня семеро. Да нет, так не попадай. Хотя это-то не важен особо. Вот это мне важно. Важно. Давай вот так. Что-то пожевать надо. С пауками, если бы, с звероглазыми. Нормально. Так, убиваем 10 штук. Кого? Вот 58 пауков. Их можно сдержать, если что. Тем более крестоносцы. Это крепенькие ребята. А вот этих вот всяких вот 9-10. Надо стрелять уже не будет. Ну давай вот этого. Все, 7. 7, но я только 3 убил. Что-то маловато. На. Нагодится. Держите замедляющая стрела. Хотя не надо. Давай огненную. Огненную нас убьет. 5, 6, 7, 8. Вот этих семерых. Наверное, можно и без огня. Да. Без огня я не отключил. Поэтому пришлось с огнем. Так, прыжок. Всем вам. Пошел с ускореницем. Пошел без ускореницем. Не, с ускореницем тоже пошел. Но их тут поболее. 11, там 7. И у этого ускорения. Этот может добежать вот сюда, как минимум. Но не захотел. А это должно быть замедленным. Отлично. Так, у меня еще есть вот эта штуковина. Хотите попробовать? Или не хотите? Давай так. Мух крестоносцев. Шикарный просто. Так, этот 1, 63, 11, 49, 23. Этот меня не пугает. Давай вот этих, может, уберем их подальше. У него не удалось убрать. Четыре осталось. Так, 6, 8, 112. Этих пауки не любят очень сильно. А если их пауки не любят, то мы их благословим. 112. А еще и крит. Осталось 107. И паук еще к тому же уснул. И это хорошо. На. Пятерочка. Замедляющий для паука. Правильно? Давай, да. Чтобы за них не волноваться. Здесь берем ускорение и берем сундук. 1300. Маловато. Я привык к более большим цифрам. Ну все, вы обречены, согласитесь. Паук далеко не набежит. Эм, 63, 65, давай. Угу. Ну ударь, да, мне ударь, ударь. 14, молодец. Так, у меня 26 ярость, и я разбережем. Но она понадобится. Вот этих давай убивать. Нам сейчас драться с более сильным соперником. Так, тут нельзя, шаг вперед. Вот так можно, давай. Бережем, бережем, бережем. Яросиману бережем, нехрен. Давай 11 пауков. Ну а здесь что? Вот это. Ух ты, а что его не ранило? Не знаю. Плевком убьем его? Давай. Хотел сэкономить, но уже ладно. Может, не зря его прокачали, этот плевок. Все, победа. Два звероглаза жестоко убиты неизвестными. Так, вот это. Давай вот этих еще разнесем. Четыре пушкаря ко мне перешло. Ого. Ого-го. Куда это он бежит? Блин, много вас, 30 штук. А если всех сложить? 780 почти. Да, здесь будет жаркая битва. Нихера себе, 688. Ну что ж творите-то, издороги? Твою же мать. Что делается-то, люди добрые? Ну, это пока все вместе. 144 здесь стоит рядом. Три вида алхимиков. Тоже неплохо. Ого. А что, они такие крупные? Ладно. Ого. 19, 27. Давай вот этих, 19. А вось повезет. Может, вынесем их. Не вынесли. Вот этих надо что-то усыплять, что ли. Не получилось. Беда. Сейчас нас забросают. Да идите нахрен. Не продохнуть. А ну, сможешь его выключить? Ну, давай благословение нам. 40. Это большая цифра. Есть. Можем его 19 или огнем 15. Разницы никакой. Давай попробуем его вот так вот. Может, он успокоится. Так, надеюсь, надо прыгать. 500 ближнему. Неплохо. Урон огромный просто. А эти не могут выйти. Это хорошо с одной стороны. А вот это плохо. 26 выстрел. Ну, это ерунда, конечно. Вот это вот. Вот это серьезно. А, в того может стрелять, да, его. Чтобы убить его, надо очень сильно постараться. Очень сильно. Угу. Так, вот это вот чудо в перьях. Не знаю, что это с ним. Давай вот так. Попробуй обойти его. Знаете, еще вот так вот. Вот так вот в мордоте. Обошел. Хе-хе. Не дурак. Дурак бы не обошел. Лучников не всех вынесли уже. Мне надо идти восполнять мои запасы. Так, вот этот будет сейчас ходить. Может, повезет. Мы их убьем. Нет, не убили. У него один выход есть. Отличный. Своих бей. Блин. По-моему, они уже бросали. Ядовитый, нет? Или мне кажется? Не знаю. Так. Что-что-что мне предложить вам? Защита. Да, нахрен. Да ладно, выживем. Тут не проблема. Давай шаг назад. Бери вот этот яд. И вот сюда, им да, обратно. Вот так вот. Конечно, надо убивать вот этого. А я опять занимаюсь не пойми чем. Делай шаг вбок. Огонь. Два всего убьем. Это мало. И здесь два всего убьем. Здесь длина. Ну, давай от этого. Ближе всего будет гореть, сука. Тут ничего не поможет нам. Ну, мы можем наслать на них, например, туман. Где-то тут у меня туман был. Ядовитый череп. Нет, туман, туман. Это не тот туман. Вот, вот этот туман. Пусть здесь попаникует, ребятки. О, 10% все же цифра. Ну, а ты берет в бой, выходи, давай, атакуй. Напугаем хоть их. Вот так вот. Так, этот с тумана выбежал. Сейчас будет бить моего здоровяка. Нет. У них есть другие варианты. Прощай, алхимик. 26 все-таки выстрел. Солидный. Это ерунда. Так, знаете, вам уже. Ненасытные вы наши. О. Напомни мне, духи ярости теперь плюс 30%. Блин, не попал. Что-то тебе. Атак, атак хотелось. Так, эти бегут к нам. Давай вот этих уложим. 1120. Отлично, 4 уже, можно не бояться. Давай попробуем убить. 1, 2. Давай вот этих. 400. Шикарно. 405 даже. Вот туман, видите, они вышли из него и не смогли нанести мне никакого урона. Это здорово. А я им обязательно нанесу. Правда, вот этим. 4, 8. Мы, как обычно, благословимся. И получим 100% урон. Ну, вот так вот. Вот ядом бьют. Тут еще двоих можем сейчас убить. А можем убить. 1, 2. Ну, давай вот этих 1, 2. Или вот этих 1, 2. Давай вот этих, значит, 2. На. Так, а ты сможешь подойти ближе? Шарик, ну давай. Кати сюда. Ты, конечно, никого не задел, но заставишь вот эту сволочь отойти сейчас. Молодец. Ого, 93 неплохо. А если этот выстрелит тремя сразу. Да, 3 сейчас будет выстрел. Все, у моих лучников можно хоронить. Вы были хорошими, ребята. Ну, ладно. Вот, у меня есть пятерня. Пятерня как раз для вас, ребятки. Держите. Вы мечтали об этом? Тут не зацепит, да? Нет. А, вот так? Ну, всех по-любому не зацепит. Ну, давай хоть вот так вот так. Гениально. Сразу двоих убили. И давайте, наверное, постепенно воскрешаться уже. Сразу всех не воскресишь. Так. Девятнадцать. Двенадцать. Давай. Теперь моя ответочка тебе. Все, шестерик. Да давай уже. Два, пять, давай. О, шикарно придумал. Ух, испугал. Тут можно пропускать. Ежете нет. На, два, три. Осталось четыре. Прыжок. Опа. И три трупа. Неплохо прыгнул, да? Одиннадцать тысяч. Потеря есть. И у нас, по-моему, уровни сейчас будет. Десять лучников воскресили. Нет, уровня еще нет. Еще кого-то надо одного убить. Шестьдесят шесть лидерства. Это мы с вами кружок сейчас сделаем, да? Да, постепенно делаем кружок. И к этой шахте, наверное, сейчас опустимся. Но мне надо уже идти восстанавливать здоровье. Это что? Вернее, восстанавливать войска свои. О, здесь что-то есть. Плохо видно, но есть. Двенадцать тысяч, еще пятьсот. Я драться ни с кем не планирую, поэтому... Просто хочу забежать в эту деревню. А здесь у нас что? Пило-листак. Угу. И здесь выход куда-то еще. Так, а тут что мы делаем-то, ребята? Пилот. Листак, вернее, пилот. Че, надобно, человек? Не видишь, техника на профилактике находится. Мне нужно попасть до Реон. Ух ты. Подождите. Круто. И мне не надо теперь бежать через шахту, чтобы восстановить войска. Блин, как я рад, что я сюда зашел. Вы не представляете. Мне, чтобы восстановить лучников, ну, минут пятнадцать уходило, наверное, чтобы прочесать шахты. А тут теперь я могу туда долететь будет. Тем более, деньги отпаляются. Три семьсот. Давайте бы сначала со всеми поговорим. Я, наконец-то, смогу долететь. Фабрикант Кародром. Это про фабрику, да, твою закрытую? Эй, человек, не хочешь оказать мне небольшую, но хорошую оплачиваемую услугу? Пожалуй, выслушать тебя, чем могу, помогу. Я один из восьми самых богатых гномов Кордера. Меня все тут знают. Мне принадлежит сеть фабрик. И они специализировались на создании трех составляющих гномовской экономики. Болтов, гаек и шурупов. Никакой механизм без них не будет работать. Паровоз не тронется. Лодка не поплывет. Бурый тот вращаться не будет, понимаешь? А от меня-то что нужно-то? Как это что? Разумеется, охраной моей поработать. Или ты думал, мне нужна умственная работа твоего мозга? Фабрику мою, тройку, знаешь? Вот туда мне надо. Я смотрю, ты боец из бывалых. Да и отряд у тебя серьезно выглядит. Уж с разбойниками-то точно справитесь. Проводишь меня до фабрики. И чтобы ни один волос с моей головы не выпал. А я заплачу. Не придется тебе больше в обносках ходить. Да, я не против приодеться. Давай помогу. Вот и отлично. Ты не бойся, я свое слово сдержу. Как доберемся до фабрики, рассчитаюсь честь по чести. Ну пошли. Так, куда ж пошли? Вон уже кто-то появился. А его здесь не было. Вот твою мать. А у меня войска-то слабенькие. Сопроводить фабриканта, идти впереди не позволить никому напасть на него. Немного слабее. Твою же мать. Ну ладно, давай попробуем. Четыре звероглаза камня. У меня лучники просто разбиты полностью. Угу. Угу. Ну да, 182 лучника это мало. Ладно, давай пока так. 883 то выжил. Этого вы точно не убьете? И не мечтаете. Теперь убили. Так, вот тут 157 это кого? Неважно. Так, вот здесь можно. Можно додать ему стрелы. Немного, конечно, их. Ну все же, 567 хороший урон. Сейчас будет прыжок. Угу. Но мы ослаблены и все равно должны выжить. Так, ребята, вот так вы хорошо стали сейчас. Просто замечательно выстроились. Да, великолепно. Почти по 400 урон. И держите. Но не всем, конечно, досталось. Хотелось бы больше. Ух ты. Сильный удар по алхимику. Еще и усыпили. Я воскресить не смогу. Смирно, пробудить вернее. Я уже использовал свое заклинание. Так, а вы здесь не пройдете, по идее. Ты так точно. Все можешь брать. Не пройдешь, блин. Зараза. Тут ничего нет. Ну давай, 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 давай. А, могу я тебя. Давай, я тебя пробужу. Проспишь самое интересное. Вот этого давай. Или вот этого. Давай вот этого. Этот все равно уже бить пока не будет временно. А этот сейчас выстрелит что-то у него. Три осталось. Ну, три это верно, да. Лучшенька максимум убьет и все. Так, это то, что гизмо. Гизмо, гизмо. Пока спи гизмо. Хотя гизмо, давай, гизмо, давай. Вперед. Поработай. Может, вылечишь кого. Может, жизнь спасешь, не знаю. Ну. А, это я хожу. Так, это не важно. Давай вот этих. На. 605. Годится. И огонь у меня есть. Кому огонь? На. Отлично. Так, замедляю. А, у меня есть хорошая стрела. Вот так вот можно. Держи. Опа. 616. И остался один. Так, сделай шаг вперед. Может, подеремся с кем. Ага. Вот с ним-то мы и подеремся. Хотя здесь их 200 еще. Вот этих вот. Сволочей. Так, пошла атака от гизмо. 266. Отлично. Сейчас у нас ходит кто? Надо подкопить ярости. Сейчас у нас ходит пушечник. Пушечник, можешь убить дальнего и заработать себе славу. Давай. Кто еще усыпит кого? Теперь пушечник бьет плюс 6 у нас. Следующая атака будет. Ну что, заработали, нет? Нет, немножко не заработали. Еще надо. А здесь можем... Этот не дойдет. Да ничего мы не можем. Давай попробуем вырубить ближайшего. Отлично. Может, даже уснет. Да, уснул свободно. А здесь плевок в лицо. Кислотой. Шикарно. Ну, а здесь 5-6 не дойдет. В любом случае, мы можем на всякий случай перестраховаться и его заморозить. Он, конечно, парень морозный и ничего не боится, но это... На тебе и вам. Какая же ответочка. Ну, кому понравится. Ага. Ага. Получите от Гизмо. 460. И получите от огненного моего. Как раз на двоих. Раз и два. Один ранен. Ну, а здесь тройной хотите? А можно и без тройного, наверное, его убить, да? Да, этого точно можно убить. Давай вот этого уже уберем. А тройной оставим, если не добьем. Отлично. Маскишать тут никого не надо. По-моему, я сильно не пострадал. Ну, здесь я уже бессилен. Шаг вперед, шаг влево. Шаг вправо. И удар от моего гиганта на... 1233. Великолепно. 4-1. У нас уровень. Лидерство, либо ярость. Лидерство на тысячу, либо ярость. Рун магии вообще не дают. Так, это заманчивая ярость. Плюс 7. Но ярость я доставал. Лидерство тоже, в принципе, можно достать. Эта ярость у меня будет 98, да? Лидерство, либо ярость. Давайте лидерство. Ярость еще как-то можно найти? Да, мне хватает пока что. Все, лидерство у меня уже тысячу. Идем дальше. Самое интересное, я думаю, начинается только, да? Да, я уже вижу циклопа. Кого ты здесь увидел? Чего тебя остановило? Циклоп, да? Ты боишься циклопа? У меня ярость есть, честно. Три алхимика на мою сторону. Великолепно. А говорили, что он слабый. Да какой нахрен слабый? Посмотрите на его войско. Ладно. Нихрена себе слабый. Найте вам. Эх, пропустил геро. Зато алхимика всем по 300. Выписка. Так, вот это и пушечники. Я даже не пожалею. Я даже не пожалею, чтобы вас удивить. Да, давай. А что, 7 только было? А, стоять. Вот, теперь почти что... Почти что разнес, да? Практически их нет уже в живых. Ну и алхимиков желательно как-то уничтожать, что ли. Ладно, давай... Давай вот этих вот. Эх, не убил. Ага. 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 Молодцы. А теперь от меня привет. Эх. Вот так вот мы взрываем всех. Так, заморозка. Заморозка нужна для вот этих вот ребят. Их тут немного, но их надо морозить. Чтобы далеко не ходили. А это вам, от меня. Хватит его. Это с ускорением сейчас побежит. Надо вязать. Так, ты заморожен у меня, не забудь про это. Хотя он взял ускорение, ему, наверное, теперь пофиг, да? Ну, не так далеко зашел, но зашел. Так, три выстрела. Сейчас надо алхимиков чуть-чуть подлатать. Но у нас есть вот это. А вот это, это уже полдела. Давайте вот этих убьем. Одному точно конец. А второму чуть позже. 4-6, 4-6. Этот ближе всего 9. Давай алхимиков уберем. Все, 4, это не проблема. Вот этих надо усыплять. Или замедлять. В принципе, и то, и то неплохо. Давай. Не усыпили. Алхимики пошли в атаку. Видимо, нечем стрелять. Нет, есть. Еще я достался. Сволочи эдакие. Так, 39-18. На. А ты думал. Еще есть огненная штуковина. Можем убить двоих. Держи. Ох, далековато. Ну ладно, давай один ход. Ответка, если что, его убьешь. Но он не дойдет. А? Стоять. А как же? А, в принципе, нормально. Надеем. С тылу заходь. Да быстрее давай уже, Слим. Мать твою. Смерть. Укус. И укус. Нормально. Вот этого можно убить. Ну давай. Окей. И вот этого можно убить. 716. Хотя ты и сам его убьешь. Давай сюда его. Угу. Выстрел. 17. Взаимный выстрел. Смерть. Ну что, давайте, наверное, может воскресим кого. 8. Давайте хоть 8. Так, 5, 8, 6, 15. Ну этот его убьет. А вот это он. Повезло. На. Да, он не встанет. Хорошие бойцы. Надо купить, если там... А, ну да, я повысил же. Себе возможность нанимать большее количество войск. И теперь они все обречены. Пока. Ну что, я проход практически уже до фабрики расчистил. Что тебе еще надо, блин? 1, 4. 7, 700. Пушкарь воскрес. Ты идешь, нет? Ух ты, медлительный-то, друг мой. Еще одно войско. Да чтоб тебе. А вот через, может, пещерку рванем, а? Дружище, давай через пещерку. Нет, не идет дальше. Нет, идет, но... Можно же и обойти было. Ну ладно. Ярости меня все равно нет. Еще один бой, еще один пушкарь ко мне. Не самый сильный... Отряд. Но лучники мои обречены. Ничего у меня здесь нет. Семерочка. Так, давай вот этим вот веточку дадим. Неповадно было. Отлично. А здесь пока что ничего. Давай вот продолжаем их же убивать. На. И мой ядреный друг. Отлично. Пушечники нас больше не побеспокоят. Здесь берем с вами... Замедление, наверное, да? И удерживаем вот этих 221 штук. Это ж не стрелок? Нет. Выглядит ужасно. Серьезно. А здесь будем бить вот этого, наверное. Хотя что нам он даст, не знаю. Прыжок он сейчас нам даст. Причем всем. Сразу. Ну, это несущественно. Вот это существенно. 221, чувак. Если он нападет, тогда это будет, да, проблема. А так... А так держите меня семеро. Да. Нет, желательно циклопа не забыть. Во. Очень крепкие ребята. Поэтому долгобой длится. А у меня лучников нет. Были бы лучники, конечно. Повеселить бы шло дело. Так, этот взял ускорение. Сейчас пойдет вперед. А этот сейчас бросит носками. 208. Сволочь. Ты за это заплатишь. Отлично. Одного погубили. Так, вот это надо убивать. Все, остался один. Ускорение. Это вот эта штука ему дала ускорение. И он забрал мой сундук, наверное, да? Нет, еще не забрал. Всякое возможно. На. Блин, да что ж ты не умираешь-то, а? Приятель. Твою мать. Да сдохнет и уже, наконец-то. Во. Никакого уважения к нам. Так, этот год будет идти до сундука. Время есть. Здесь мы можем с вами выйти немножко вперед. Даже к этим. Мать далеко не дойдут пока что. Отлично бросил. Малычага. И, 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 и пока ничего. 43. 43. 43. 200. Давайте теперь сделаем яблочко. Давно его не брал. А с яблочко мы с вами убьем практически кого угодно, но не сильно. На него яблочко что-то не действует. Достойным образом. Давай одного хотим. Не убили. Бывает. Тут тоже не убьем. Тоже бывает. Ничего не поделаешь. Так, морозим вот этого. Этот не дойдет, по идее. Не надо доходить. Он прыгнул. Таким и прыгнем. А ты думал. Шаг делай и все, и застывай. Еще один бросок. Еще 82. Блин, сколько ж у вас здесь бродит, уродов? Пакуя не даете мне. Как же его сцепануть-то, а? Так не зацепится. Ладно, давай пока так. На, давай. Ациклопа надо убирать уже. Вот этого давай. Может усыпим? Нет. И вот этого давай. Шаг сюда. Да, в принципе можно. 25. На. Так, годится. Давай вот это убивать. Мне сундук просто нужен, сами понимаете. Ну тут, не знаю, камнями. Давай попробуем его завалить. Убьем, не убьем? Этого убьем. Давай вот этого сделаем. Этого не убьем, но стрельность не помешает. Отлично, мне сундук нужен. Нет. Пауза. Сначала сундук. 4 тысячи, а потом смерть. Хотя можем кого-то воскресить. Хотя мы особо никого не потеряли. Ух, еще одно убили. Сейчас тут тогда воскресим мы с вами. Разящий меч, разящий меч. Мать твою, начали мне хрень делать. Которая суббота и не нужна. Отдых один, отдых один. Давайте отдых меньше, чтобы чаще им бить. Не самые сильные заклинания мы с вами улучшаем. Ну что, ты идешь там, нет? А вон еще один стоит. Да чтоб вас равны по силе. У меня сейчас ярость уже уйдет. Ну ладно, я пошел вперед. Твою же мать, еще один такой же. А, фабрика уже здесь, по-моему, да? Ого. Это закончится когда-нибудь? Ха. Ну давай, приятель мой. Убили, нет? Не убили. Я так и думал. И здесь не убили. Нет, убили наконец-то. Здесь ничего. Давай, гизма, запускай. Пусть поработает здесь. Как умеет. А здесь мы ядом. Ядом, да? Давай. Отлично. Ну а здесь замедлением для вот этих. Прыжок? Ерунда. Вот это вот прыжок. Ну не для всех, конечно. И эту супу надо убивать. Охренеть. Давай, бей же его. Убивай. 450. По-моему, шикарный урон. Убив четверых, мы с вами спасли кучу наших друзей. Так, вот здесь вот будет хорошо. Давай. Кого-то даже убили. Годится. Пушечник. Сможешь. Я тебе даже благословения дам. Хочешь? Хотя она тебе, по-моему, до одного места. Но в любом случае, держи. Триста двадцать шесть, как и обещано. Не больше, не меньше. У нас один. Так, у меня есть огонь. Огонь убьет 11 штук. И здесь у меня есть огонь. Этот пять. Так, этот может выйти. Встречу к медведям. Битва будет яркой. Он этот должен быть замороженный, долго будет идти. Нормально. Вот, медведь будет сейчас здесь. Хорошо. Гизмо, уничтожь их. Нормально. Триста шесть шесть. То, что нужно. Тут пока нечем похвастаться. Давай вот этих восемь. Может усыпим? Тысячу урон. Неплохо. Блин, тут опасно бить. Давай, наверное, паузу сделаем. Четыре пять. Тут, собственно, ответить-то нечем. Вот так вот давай. Великана, по-моему, не затащим. Не зацепим, вернее. Да, не зацепим, нормально. Тут все четко сделано. Три-четыре, давай. Отлично. Великан, делай свое дело. 1530. Все, дружище, ты мертв. Гизмо ушел. Не выдержал. Так, ну здесь делать нечего. Давай его связывать. Все, держи. Беда. Сколько там еще этого ублюдка везти, а? Вы не знаете? Это я прошел карту, зачистил ее, а теперь я зачищаю ее заново. Где у фабрика? Здесь? Приятель, фабрика здесь твоя? По-моему, нет. Мне, наверное, с этим еще придется драться, да? Я это зачувствую. Что это уже за замок? Торон, блин, это замок тот, который мне нужен. Там, где у меня ключевой квест. Равный по силе у меня еще остался. Неужели сюда тебя везти придется? Этот равный по силе где-то в другом месте. По-моему, я тебя довел, нет? Я не помню, куда тебя надо довезти. Вот это твоя? А, нет, не это твоя. Куда ты пошел? Во, довел. Молодец, Шестарот, хорошо поработал. Больше не буду задерживать тебя. Эй, толстосума, где вознаграждение за работ? Вознаграждение? Может, в другой раз. Дела плохо на фабрике идут. Война с демонами, одни убытки. Ну что, уставился, не так нехорошо. И ладно, держи, вот кошель особенный. На вид он дукатами, древними золотыми монетами. Купить на них ты вряд ли что-то сможешь. Но зато ты сможешь их продать. Навыки торговые тебе есть? Нету? Ну, тогда учись. Ничем помочь не могу. Больше вознаграждение кошель. Давай сюда свой кошель. Хватит чушь нести. Окей. По-моему, все нормально. Кошель нам дали. А зачем он нам нужен? Что в этом кошеле? 80 тысяч золота. О-хо. Предмет для продажи, друзья. Неплохая цена. Неплохая. Да, надеюсь, мы теперь можем купить и алхимиков, и гигантов, которых нам не хватает. Одного докупим. Седьмой. И алхимиков нам не хватает шесть. Шикарно. Спасибо за возможность это сделать. Трактир и гигей подождет пока. Ну все, здорово. Мы с вами провернули это дельце. Довели его. Я, конечно, уже изнемогаю. Серия длится очень долго. Но я не ожидал просто, что придется его провожать. В этой игре мы впервые кого-то провожаем. И это очень здорово. Ладно, друзья. Здесь у нас с вами большой замок впереди. Опять открылось. Странно. Только что же открывалось. Поэтому мы сейчас с вами остановимся. В следующей части уже побываем в замке. Выполним ключевой квест. Вот он. Вот он. Мир с гномами нам нужно заключить. В Тороне как раз. И плюс ко всему. Давайте попробуем слетать до Реон. И еще что захотел. Вернись нам. А, верните нам крестонские шахты для начала. Уходи-ка отсюда, пока я не разозрился в конец. Ухожу, не беспокойся. Не понял. А, у нас же пока конфликт с ними. Реально. Спуск в Торонские шахты. У нас же мы же конфликтуем с ними. Подождите, здесь дом какой-то. А в доме горит свет. Здравствуйте, воин. Люди, редкие гости в наших краях. Чем могу быть полезен? Ничем, гном. Может, я смогу тебе чем-то помочь. Разумеется, не бесплатно. Лишнее золото мне не помешает. Помощь. Помощь мне нужна. Это ты вовремя ко мне заглянул, человек. Расскажи мне, чем я могу быть полезен. Была у меня жена, толстая гархама. И тут, представляешь, беда какая. Совершенно случайно упала она с крепостной стены. Женщина, она была очень сильной характером, твердая порой. Как разозлиться и треснуть могла. Но самое неприятное, что очень денег жадная. Каждый золотой, что я заработал, отнимала и прятала куда-то. Померла, а куда деньги девала, мои не знаю. Вот, думаю, может, ты мог бы сходить к некроманту, вызвать дух ее и спросить, где деньги. А чего сам-то не пойдешь? Да боюсь я его сильно. Я и жены боялся некроманта. Боюсь неуверенно. Я гном очень, потому как пива мало пью. Не люблю его. Так вот, звать некроманта местного бадых. Он на западе орданских вершин живет. Но как поможешь мне, сходишь на сеанс спиритический. Да, ты меня заинтересовал, схожу. Еще один мы с вами квест нашли. Вот тут есть какой-то секретный проход. Действительно есть. А куда ведет? И зачем он здесь нужен? Ну, классное место. Ладно, здесь у нас гномы сейчас. И разрешится наш ключевой квест. А вот и Торн, Диггер, глава. Так, шлим защиты плюс 4. Миниатюрный замок, который построили гремлины. А зачем он нужен? За 3000. Так, пушечников можно докупить. 14 штук как раз мне не хватает для коллекции. Глаза я докуплю чуть-чуть позже. Лучников нужно в Дарион лететь. Торн, нужна помощь. Так, это кто здесь у нас человек? Что же делает человек в сердце Кордора, когда у нас война с людишками? Приветствую вас, ваше величество. Меня зовут Шет Старо. Я прибыл послом от короля Марка. Посол, неужто Марк решил обсудить условия моей капитуляции? Я привез договор о мире, который хочет заключить мой король с Кордором. От лица его величества я приношу извинения за все случившиеся. Обещаю, что Дарион возместит Кордору. Возместит? Человек. Как можно возместить слезы матерей, которые не увидят своих сыновей? Людская подлость не знает границ. Кордор сейчас воюет с армией демонов, вторшись в наш мир. А ваш король подло наносит удар в спину. Зачем твой король отнял у нас рудники и убил наших рабочих? Почему начал войну, а теперь просят мира? Отвечай, человек. Король Марк не виноват ни в чем. В Дарионе имел место заговор, целью которого были крестонские рудники. Рассказать о заговоре Ахея. Да, я знал, что люди коварны и хитры. Но чтобы блеск золота настолько застилал вас, вам разум. А еще говорят, что это гномы теряют волю при звоне золота. Хорошо, давай сюда бумаги. Торн Диггер взял у вас договор и бегло посмотрел его. Удивительно хмыкнув. Удивленно, вернее, он посмотрел на вас. Ого, похоже, Марк действительно искренне хочет мира. Что же, я согласен, но у меня тоже есть условия. Надеюсь, у тебя достаточно полномочий, чтобы уладить пару кое-каких вопросов. Во-первых, найдено Ахеем золото будет разрабатываться с нами. Разрабатываться, вернее, нами, гномами. Во-вторых, Дарион окажет Кордеру военную помощь в войне с демонами. В-третьих, продовольствия и древесина, которые мы раньше покупали у Дариона, нужны нам в двойнем объеме. Я думаю, он ваш король согласится с такими условиями. Попробовал бы он не согласиться. Его ведь не зря прозвали мудрым. Но есть еще одно условие. Военная помощь нужна уже сейчас. Война с демонами изматывает Кордер. Из портала идут и идут полчища кровожадных монстров и нет этому конца. Недавно демонам удалось захватить в плен моего сына Тибальда. Они взяли штурмом его замок Богачо, который находится в Торонских шахтах. Ты же, Старвуд, лично освободишь его. Это будет нашим окончательным примирением. Кстати, я его уже освободил. Хе-хе, береги договор и перо. Я уже выбил демонов из Богачо. Крон Принц Тибальд уже свободен и занимается восстановлением замка. Теперь я вижу, что Марк по-прежнему хорошо разбирается в людях и служит ему достойнейший из достойных. Я немедленно подпишу договор тебе, Шет Старвуд. Я благодарен как король и как отец, поэтому отдаю тебе свой личный молот. Кстати, думаю, тебе следует знать. Мои шпионы донесли, что во дворце Марка сейчас переполох. Кажется, пропало что-то ценное. Не уделюсь, если это происки коварных орков. Переполох в замке, пропало что-то ценное, немедленно отправляясь в путь. Я тебе помогу. Скорее добраться домой. Во имя союза Дариона и Кордера я возобновлю воздушное сообщение между нашими странами. Поговори с нашим пилотом Лестагом. Пусть довезет тебя ко дворцу Марка. Спасибо, ваше влечество. Ух ты, мне какой молот подарили. Плюс 4 атаки, плюс 10 требования лидерства для гномов. А гномов у меня раз. А гиганты, вы гномы или нет? Нет, они не гномы. А алхимики гномы. Ну нормально, у меня больше набирать смогу. И плюс 4 к атаке. А у меня сейчас что? Плюс 2 к атаке. И 20% прироста ярости в бою. Но эта вещь поинтереснее будет, согласитесь. Мораль нормальная, но гномы, видите? Мне нельзя убивать гномов этим молотом, получается, да? Так, а шлем у меня. Плюс 7 здоровья существа первого третьего уровня. Хрень вообще. Надо вот этот шлем пок... Ох, тут сколько обновилось всего-то. Боевой молот. 3 плюс 3 к атаке гнома, плюс 1 защиты. Вот это надо покупать. 16 тысяч стоит. И это надо покупать. Ладно, давай вот этот шлем купим. Это все-таки лучше, чем золото существа. Давай. Все, его купил. Так, мы можем бесконечное количество гномов покупать. Можем покупать вот этих парней. Пушечников вообще здесь нереально. А, это тоже гномы, кстати. Это тоже гномы, тоже нейтральные. Мне главное, я так понял, молотом не убивать гномов, да? Тогда все будет нормально у меня с... Моей... Моралью. Моралью, да. Так, ладно, что здесь у нас? Вернуться с подписанным договором домой в Кронберг. Понятно. Ну что, я здесь все сделал уже, все отлично. Подожди, я сохранюсь. Давай попробуем шлем. Конечно, он лучше, чем этот. Защита сразу выросла. И молот плюс 4 к атаке. Но если я буду драться с гномами, он же с ума сойдет, правильно? Скорее всего. На 4 к атаке получше будет. Хотя я могу вместо щита. А что даешь щит? Плюс 3 защиты и плюс 2 к атаке. А здесь плюс 2 к атаке и плюс 20% ярости в бою. Ладно, давай попробуем. Что будет-то будет, не знаю. Окей. Все, теперь у нас должно сработаться. Дипломатия, 3 уровень, еще нужна одна руна силы. С магией пока вообще проблемы. Так, здесь все в порядке. Это я могу спуститься вниз, хотя я не помню где это. Я опять сохранился. Но это понятно. Понятное дело, да? А, я понял где это. Все, ворота теперь открыты, мы помирились с ними. Это хорошо. Давайте попробуем долететь до Дариона, как это сработает. Здорово, мужик. Мы помирились. Давненько я не прикладывал машу к Ромбергу. Давненько. Я рад, что между нашими странами снова мир-человек. Наконец-то я смогу повидать своего приятеля Трегума. Давай, поехали. Отлично. Отсюда еще не летал. И это возможность быстро пополнять теперь лучников. Алхимиков можно здесь купить, этих зверей. А, этих зверей надо купить. Они у меня в шахтах находятся. Тут, конечно, надо вернуться будет назад. Ну ничего, Гринвард мы вернули с вами. А кто меня теперь обратно повезет? Подожди, а как же мне назад возвращаться? Пешком, что ли? Твою ж мать, реально пешком. Ну ладно, в любом случае, мне сюда надо было забежать. Да, назад пешком бежать. Круто придумано. Ладно, 188 докупаем. 18 тысяч денег мы потратили. Нас уже 258. О, алхимики у нас... О, у нас всех можно докупить. Блин. У меня ж репутацию повысили. Ладно. Король Марк, что у вас тут говорят? Пропало, рассказывай. Ну что, Шерстарвуд, ты привез мирный договор? Или, быть может, у тебя есть дела поважнее, чем заключение союза между нашими государствами? Да, я привез договор в мире, подписанный Торном Диггером. Увы, мой верный друг, но даже стой радостная весть не может рассеять мою печаль. Тем не менее, служба твоя весьма важна для судьбы королевства. И награда будет достойна твоих заслуг. Рыцарь Шерстарвуд, преклонни колено перед своим королем за верную службу и неоценимую помощь. Симу Дариону, мы, король Марк Леонард II, жалуем тебе титул граф. 9200, очень мало денег дали. И 100 опыта. Спасибо, это честь для меня, ваше величество. Мы немедленно отдадим приказ, да-да, о выполнении всех требований короля гномов Торн Диггера. Союз с гномами важен для нас, и мы должны помочь горному народу справиться с нашествием демонов. Но сейчас к тебе есть поручение более важное. Лучшего искателя, чем ты, не сыскать. А нынешняя потеря для нас дороже всех сокровищ мира. Я не стану приказывать тебе, как к твоему королю, а попрошу помощи, как безутешный отец. Не как верного слуга, а как отзывчивого друга. Я не понимаю вас, ваше величество. Наша единственная дочь и наследница малютка Амели, подаренная нам милостью богов, она была коварно похищена. Эти мерзавцы-эльфы прислали послов, якобы для решения вопроса об островах свободы. Давним камнем преткновения между Дарионом и Элинией. Три года назад губернатор Томпсон, чтобы полностью не попасть под влияние Дариона, продал восточные острова эльфам. Разумеется, мы не могли признать факт этой сделки, ибо острова являются частью наших владений. Для чего уже нам явились эльфийские послы? Как было указано, верительная грамота для того, чтобы с нашего согласия разорвать договор с губернаторами и вернуть острова Дариону. Хотя они и так всегда принадлежали и будут принадлежать нам. Но на самом деле цель у них была совсем иная. Под покровом ночи эти коварные послы усыпили магии стражу, проникли в комнату нашей дочери и похитили Амели. Пока стража спала, они отплыли на своем корабле в неизвестном направлении. Понимая это страшное горе, ваше величество. Я не знаю, что и думать, не могу представить, чтобы королева Фиолета решилась на такой шаг ради шантажа эльфы всегда были благородным народом. Они наши союзники с давних пор. Отправляйся в линию, в Дало-Р, поговори с Фиолетой, выясни, что стала причиной столь коварных действий. И умоляешь это, старый, отверни мою дочь, корабль «Морская ласточка» в порту ждет тебя. Все понятно, я отправляюсь к Амели. Ваше величество. Ух ты, тут обновилось, так обновилось, смотрите. Я могу кавалеристов теперь нанимать. И еще 35 могу купить лучников, потому что, видимо, у меня выросло лидерство. Прикиньте, вот это я разбогател. Новый доспект появился. Против нежитивей, 15% защиты. Неплохая вещь, можно даже купить будет. Крутяк. И у меня теперь новый квест. Но перед этим, конечно же, надо восстановить войска. Смотрите, сколько я могу теперь всех нанять, это просто загляденье. Меня послали к эльфам поговорить с Китана и отправиться в Элинию. А гномам нельзя назад вернуться? Нет, друг? О, можно. Да просто, просто, это просто класс. Ух, можно, можно, спасибо. Спасибо большое, спасибо огромное. Это очень здорово, я всем благодарен. Ох, архимагов завезли. В неограниченных количествах занезли. Еще солнечный плащ, еще какую-то хрень разную. А подождите, а вот в этом месте завезли? Архимагов. 80 архимагов я могу нанять, но пока что я буду драться с гномами, пока это возможно. Покажи мне, что у вас есть. 65 архимагов, да? Архимагов и здесь завезли. Итого у меня 145 штучек. Это очень много, по идее. Это очень много. И вот даже медведя еще могу нанять. Сколько угодно. Ладно, друзья, я сейчас буду идти через шахты. Восстановлю все свои войска. Уже в шахтах. И с вами мы сначала зачистим остаток наш Кордора, который остался верхнее. А к эльфам поплывем немножко позже. Ну, на этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, канал Шедвель Эл Плей. До новых серий Кинз Баунти. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.